Эти дети, которые сейчас пьют чай и смеются, пережили многое. Самому младшему 6 лет, старшему 14 в Кыргызстан, они вернулись из Ирака, из зоны боевых действий. Сейчас дети почти не вспоминают о прежних трудностях. Эти дети – племянники Абдуахапа Моребджанова, жителя Араванского района. Его братья уехали в Ирак со своими семьями. В 2014 году жители Араванского района рассказывают, что слышал, что его братья пропали без вести, а их жены и дети содержатся в иракских тюрьмах. Дети были счастливы вернуться домой, в Кыргызстан, и жить спокойно. Слава богу, дети моих братьев дома. Сейчас мы с женой занимаемся, ими с детьми все хорошо. Они ходят в школы, играют и учатся. Приходят представители соответствующих служб, оказывают необходимую помощь. Спасибо властям, недостатков нет. Дети забыли о своих невзгодах и вернулись к нормальной жизни. Восемь месяцев назад 79 детей кыргызстанцев вернулись на родину из Ирака. Их вывезли из зон боевых действий, согласие их матерей, оставшихся в Ираке, и волеизъявления родственников Кыргызстана. Правительство обещало помощь вернувшимся детям и провести все мероприятия по их скорейшей реабилитации, реинтеграции и возвращению к безопасной мирной жизни. Утанат Кадыровой трое внуков. Она счастлива, что сегодня они рядом. О том, что зять и дочь выехали в Ирак, она не знала. Зять уехал с дочерью улучшать жилищные условия. Сказали, что в трудовую миграцию. Мы узнали обо всем позже. Они ничего нам не сказали, что едут в Ирак. Они уехали с двумя сыновьями, и там родилась девочка. Теперь мы рады, что наши внуки вернулись. Благодарю главу государства за эту заботу. Теперь мои внуки ходят в школу. Сегодня дети, которых удалось вернуть из зон боевых действий с Ближнего Востока, живут у родственников в Ожской, Джилалабадской и Баткенской областях. Министр труда и социального обеспечения Кудайберген Базарбаев, полномочный представитель Кыргызстана по правам детей Джупариса Рызбекова и представители местных властей встретились с этими семьями. «Сейчас эти дети живут со своими близкими. Мы всегда на связи. Год назад они еще не думали, что могут жить в мире. У детей был большой стресс. Сейчас они находятся дома. Мы должны взять их под опеку, дать им качественное образование. Это не только работа правительства, но также должно помогать все общество». Власти Кыргызстана продолжат оказывать всестороннюю помощь таким детям. Предпринимаются все меры для их возвращения к нормальной жизни. В настоящее время 52 ребенка из 79 ходят в школу и 16 в детский сад. Еще 9 находятся под присмотром дома, потому что они еще маленькие. Самому младшему всего 2 года. «В данное время 79 детей находятся под опекой муниципальных работников, получают все услуги вовремя. Мы будем держать под контролем и вопрос их образования, и другие нужды. Это была инициатива президента, и он сам контролирует вопрос реабилитации и реинтеграции в общество таких детей». Назад в рамках гуманитарной миссии. На сегодня правительство предпринимает все возможные меры, чтобы помочь детям вернуться к мирной жизни. Алена Смирнова, Марзиджигит, Маматкеримулу, Уран Адишев, ЛТР, Ожская область.